Зимняя рыбалка – одно из любимых занятий мужчин в холодное время года. Для настоящего ценителя такого вида отдыха является не менее увлекательным занятием, чем рыбная ловля летом. Лещ всегда был и остается желанной добычей истинного рыбака. Эта рыба, жареная или запеченная в фольге, – блюдо само по себе непревзойденное. Ловля леща зимой стала привлекательным занятием, благодаря широкому распространению этой рыбы практически во всех водоемах. Всем привет, друзья! Вы на канале Ловим Рыбу, и если вы смотрите это видео, значит пришла пора для зимней рыбалки. Чтобы охота за желанным трофеем была результативной, мы поговорим об особенностях ловли леща в зимних условиях. А прежде чем начать, я хочу, чтобы вы посмотрели на кнопку «Подписаться» под этим видео, и если она еще красная, нажмите на нее, чтобы она стала серой. Но самое главное на зимней рыбалке – это соблюдение элементарных правил безопасности при поведении на льду. Ознакомиться с ними вы можете, перейдя по подсказке в верхнем правом углу. Кстати, купить все необходимое для зимней рыбалки можно по ссылке в описании. Итак, давайте разберемся, где искать леща зимой. От степени насыщенности кислородом конкретной точки лова зависит уровень активности леща. По первому льду, когда рыба часто выходит кормиться, эффективно организовывать ловлю на глубине 2-3 метра. В середине зимы лещ уже проявляет меньший интерес к приманкам. Он становится малоподвижным и концентрируется в основном на глубине от 4 метров. В таких местах кислорода больше всего. Зимует рыба в ямах, а кормится на возвышенностях, которые граничат с этими ямами. Поклевки в это время единичные, слабые. Ожидать богатого улова не стоит. Полное затище наблюдается в глухозимье, поскольку лещ впадает в оцепенение. Особенно это актуально для стоячих водоемов, где кислородный режим гораздо хуже, чем на реках. Активизируется лещ только с пребыванием талой воды по последнему льду. Если рыбалка происходит на водохранилище, то особое внимание уделить бровкам и местам, где заканчивается крутой сход. Также при ловле леща на водохранилище будет хорошо, если в самом водохранилище впадает небольшая речка или хоть какой-то приток. Лещ любит занимать позиции близ таких притоков. На поведение леща непосредственное влияние оказывает погодные условия. При резких изменениях атмосферного давления рыба малоактивна. Выходить на охоту за добычей желательно в ночное время суток. Интенсивность клева чаще всего наблюдается в течение 2-3 часов после восхода солнца и за несколько часов до наступления сумерек. Стайного образа жизни лещ придерживается и зимой, выходя на поиски пропитания. Численность одной такой стаи может достигать свыше 100 особей. Давайте рассмотрим, какие снасти для ловли леща зимой нам понадобятся. Существует большое разнообразие снастей для ловли леща зимой, но мы рассмотрим две основные. Простые в изготовлении и использовании снасти. Это зимняя поплавочная снасть и кивковая удочка. Поплавковые удочки применяются для ловли наиболее часто. Их применяют как в стоячей воде, так и на течении. Как ясно из названия, в качестве сигнализатора клева на снасти используется поплавок. При настройке поплавочной снасти необходимо сбалансировать оснастку при помощи грузила так, чтобы рыба не чувствовала тяжести крючка с наживкой. При этом расстояние от крючка до грузила должно составлять 5-7 см. Поплавочная удочка является универсальным видом оснастки и может оборудоваться и крючком с грузилом, и мормышкой. Бывалые рыболовы зачастую используют различные комбинации. Это может быть крючок и мормышка, или две мормышки с разным весом. Двухмормышечная снасть позволяет ловить рыбу одновременно со дна и в придонном слое воды. При использовании такой оснастки необходимо обладать определенной сноровкой, ведь если при вываживании крупного леща, вторая мормышка зацепится за громку льда. Исход рыбы может стать неприятным сюрпризом. Поплавковые удочки для ловли леща обычно оборудоваются леской от 0,15 до 0,2 мм. Несмотря на то, что ловля со льда на поплавок является в значительной степени региональным способом ловли, лещатники в большинстве случаев отдают предпочтение имени такому виду рыбалки. Следующий вид оснастки – кивковая удочка. Кивковая удочка в умелых руках также дает отличный результат. Сигнализатором клево у такой снасти выступает кивок. Лещевой кивок обычно имеет длину от 80 до 100 мм. Бывают более длинные варианты кивков, но несмотря на то, что они позволяют придать мормышке большую амплитуду и частоту игры, при ужении это создает некоторые неудобства. Важную роль при ловле зимнего леща играют приманки и наживки. Самой проверенной популярной эффективной наживкой при ловле леща является свежий мотыль. Зимой лещ питается микроорганизмами, живущими в придонном слое и на дне водоема. В идеале в качестве наживки использовать мотыля, собранного в том же водоеме, в котором производится ловля. Еще в качестве наживок можно использовать мелкого рачка бокоплава, мармыша, личинку репейной моли, ручейника. А такие приманки, как опарыш и дождевой червь, в большинстве случаев работают хуже, но на некоторых водоемах их успешно используют. А теперь рассмотрим тактику ловли леща зимой. Зимой в местах с сильным течением леща лучше не искать. Не стоит тратить свое время впустую. Прежде всего, в предполагаемом месте ловли необходимо просвелить 3-5 лунок и произвести закармливание. Лунки бурятся перпендикулярно к линии берега на расстоянии 5-10 метров друг от друга. Спустя 15-20 минут можно приступать к ловле. Самые крупные мармышки необходимо использовать в первую очередь. Чем крупнее и ярче приманка, тем большее внимание рыбы она привлечет. Пучок мотыля может спровоцировать рыбу на быструю поклевку. Вот несколько советов при ловле леща зимой, которые вам могут пригодиться. Рассматривать в качестве перспективных мест лжения узкий ряд милей, откосы, зоны с обратным течением, участки с неровным рельефом дна. Та же стоит обследовать поперечное течение, перепады глубин, броки русла. Для успешной подледной охоты на леща стоит выбирать утяжеленные варианты удочек и донок. Зимняя снасть должна держать наживку под лункой, но никак не пускать ее по дну. При ужении на малом и среднем течении подойдет поплавок, а в потоке сильной интенсивности кивковая удочка, оснащенная скользящим грузилом, ограничителем и поводком. Главное, чтобы кивок полностью не сгибался, в противном случае поклевку можно не увидеть. Если охота ведется на подлещика, то применяют флюрокарбоновую лесу сечением 0,1-0,12 мм, а для поиска крупных особей нить с диаметром 0,12-0,25 мм. Прикормочную смесь на течении доставляют либо при помощи кормушки на самой снасти, либо путем использования специальных приспособлений, которые опускают в отдельные лунки, расположенные выше по течению. Оптимальный вариант прикормки – живой мотыль. Насаживать наживку лучше пучком, при этом одну-две штучки можно размять для усиления запаха. Над лункой не стоит создавать излишней суеты, иначе лещ, заметив изменения в освещенности, пугается и уходит. Соблюдение тишины в зоне лова увеличивает шансы на поимку желаемого трофея. В качестве подстраховки рекомендуется обустроить и прикормить запасную лунку. Часто после того, как лещ перероет дно над рабочей лункой, уходит в поисках нового, богатого на корм, места. Первыми на наживку приходят подлещики, а уж после – крупные особи. При ловле леща ночью целесообразнее пользоваться крючками с капельками фосфорного лака, либо светонакопительными моделями мормышек. Учитывая привередливость леща зимой, в арсенале должно быть несколько вариантов приманки. Вы ловить зимнего леща – задача не из легких, но вполне реальная. Главное – знать его особенности поведения в этот период и грамотно подойти к выбору снасти и наживки. На этом все, друзья. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, и это ускорит выход нашего следующего видео про рыбалку. А также нажмите кнопку подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить наше новое видео про рыбалку. Пишите комментарии и советы про то, как ловить леща зимой. Всем пока!